Вива, мама тут! Привет! Привет! Зачем я так рано встала? Вообще не понимаю. А ты понимаешь, моя рыбка? И Вива выбирает сама себе вкусняшку. Да? Ты рада? Ты хоть то, мама тебе выбрала? На. Господи. Да? Это тебе? Короче, я вам пока себя не показываю, поскольку я еще не накрасилась. А вы сами знаете, что я прощала. Поэтому прощавые новости. Включаемся. Ого! Представляете, только что здесь был снег. Ну, он не прям такой, прям снег падал. Ну, как будто бы мокрый, знаете. Снег похожий на дождь, но видно было очень хорошо текстуру дождя, так называемую. Поэтому я думаю, что это был снег. Я написала Карине, что у нас идет как будто бы снег. И она такая, у нас нет, у нас все нормально. И сейчас она мне пишет то, что у нас походу тоже. Я жду этот момент просто постоянно, чтобы сделать себе кофе. Я засыпаю с мыслями о том, что когда я проснусь, я буду пить кофе. Это, по-моему, сумасшествие какое-то. Посмотрите, мы тут кое-что сделали. Это чай. А здесь у нас капсулы. Вообще они и в коробочках хранятся. Я вам в Москве не показала. Но потом покажу. Вот, кто не видел. Но поскольку коробочки много места занимают, я решила вот так вот высыпать. Надеюсь, что нам хватит этого на недели-две или сколько мы тут планируем жить. Но у меня есть одна проблема, которую я вам расскажу чуть позже. Сейчас смотрите, как я делаю кофе. Так что вот такой вот кофе у меня получился. Очень быстро, очень классно. Сейчас я это все еще размешаю. Тут, на самом деле, очень много пенки. Это кажется, что столько молока. На самом деле, тут именно пенки дофига. Но это прикольно. Но я бы не сказала, что все тут в пенке, конечно. Ну, пенки немало. О, а вот и солнышко выглядывает. Супер. Супер. Такая я деревенская хозяйка. Так, вот здесь у меня корм стоит Вивьены. Но это не лучшее для него место, я думаю. Поэтому попозже найду для него лучшее место. А сейчас мне нужно будет помыть эту штучку, потому что если не мыть, то молоко может засохнуть, и это будет плохо. Так что сейчас быстрее это помою и буду пить кофе. Вот так, кофе готов. Знаете, я думала, что будет хорошая погода. Я выйду на улицу и сниму вот такое видео. Типа я иду в фон деревьев, я красивая. Будь здоровая, собачка. Но в итоге я боюсь выходить на улицу, потому что мне кажется, там холодно. Поэтому пойду пить кофе, краситься, болтать с Кариной. Так, я крашусь, но тут собачка, которая боится соседки. Которая копается в себя в огороде. Вон там, видите? И Вива сидит тут гавкает. Чего она тебе сделала? Ну, чего она тебе сделала? Чего она не уходит, да? Сидеть у себя там и все. Зай, иди к папе. Ты ей не нужна. Только маме и папе нужна. Когда тетя, ты не нужна. Пусть она своими делами занимается. Ты иди своими делами занимайся. Чего бы есть? Ставь ее в покое, говорю. Ну, хватит. Все. Чего она тебе сделала? Она сидит своими делами занимается. Такая ты красотка, конечно. Сидит в окно, такая смотри, так смешная. Это была очень грустная собачка. Она сидела и смотрела в окно. Сидела своего хозяина с поезда. Короче, несмотря на то, что тут все равно вот это вот все становится лучше. Потому что то, что у меня было буквально дня три назад, это был просто кошмар. Я знаю, что эти прыщавые темы вам надоели. И многие вообще не обращают на это внимания. Но мне кажется, что если я об этом не скажу, все будут думать, что я считаю, что у меня все хорошо. В общем, я верю в хорошее. Верю в то, что все будет нормально. В общем, ребята, я накрасилась. Да, по мне не видно. Так и не скажешь. Вы видите, что у меня ресниц просто нифига нет. И я хочу вам показать свои магнитные ресницы. Я их уже открывала и пробовала надеть. Это было очень сложно. И не идеально, и очень неудобно. Но я хочу вам показать типа до и после. Мне кажется, это будет интересно глянуть. На самом деле, не могу сказать, что это я прям очень долго делаю. Просто есть свои сложности с тем, чтобы офигенно их положить. Так, одно я присоединила. Но это все равно не идеально. Но чтобы сделать идеально, я не знаю, что надо. В целом мне нравится. Это очень, ну, удобная фигня. Если удобно, если хорошо их поставить, то они даже не мешаются. Вот, смотрите. Но, получается, здесь я наклеила магнитные ресницы, а здесь нет. И вы видите, какая разница. Единственное, что их надо типа хорошо поставить. Все, они у меня сейчас нехорошо стоят. Потому что, блин, я, во-первых, их немножко испортила, когда я пыталась разъединить эти магнитные ресницы. Потому что они у меня пришли в каком-то склеенном состоянии. Примагниченные друг к другу. Все-таки, когда добавляешь накладные к своим нарощенным, которых у меня сейчас мало, конечно, хороший, ну, эффект. Мне нравится результат. И, в принципе, так они не особо мешаются даже. Ну, в смысле, не мешаются. Просто нарощенные-то мне вообще как свои родные. А эти вроде не мешаются так. Ну, понятно, зависит от того, как ты их прикрепишь. Главное не потерять. У меня есть еще те, которые наклеивать надо. Вообще по-разному получилось. То есть у меня вот здесь вот, видите, длинные очень. Я думаю, что это где-то какой-то конец. Типа я перепутала нижнюю. Ну и плюс у меня здесь ресниц больше. Курьер. Алло. Да, здрасте. Гош, доставку прими. Ага, ладно, давай. Давай, откроем вот там все. А, да, у нас там просто домофон слоун. Наберите, пожалуйста. До свидания. А, так вот, я вам хотела рассказать, из-за чего я нервничаю. Точнее, переживаю. Мне сегодня позвонил курьер и сказал, что для меня какая-то доставка. А я-то на даче. И вдруг это что-то важное, что мне нужно в ближайшие денечки. Скорее всего, сейчас мы пойдем прогуляемся до мусорки. Я вообще обожаю на даче прогуливаться до мусорки. Просто до нее идти минут 7, может 6. Пешочком, может 5. Ну, смотри, как идешь, короче. Вот, я не знаю, что делать с глазами. День, что ли, намалевать? Слава сидит, читает. Хуже, только хуже стало. Суть в том, что я взяла только одну палетку. Я просто не планировала делать какие-то супер макияжи, а теперь думаю зря. Ой. Собираешься на мусорку? Блин, надо и вторую такую сделать. Ну, такое. Круто. Вот это я сейчас сначала тенями рисовать, а потом на эти тени делать подводку. Что-то мне так жарко. У меня, кстати, длинные минуты. Блин, на глазах теперь жопа какая-то. В общем, я себе все-таки нарисовала стрелки, но они короткие. Честно говоря, я вообще не в восторге от своего вида. Мне кажется, что я как будто болею. А еще хотела вам рассказать, что в последнее время у меня какие-то проблемы с камерой, и когда я снимаю видео, у меня почему-то меняется голос, он становится на несколько тонов ниже. Не пойму, мне нравится или нет. Честно, мне ничего не нравится. Все это педня. И достали будильники мне. Так вот, я не знаю, из-за чего это, потому что это странно. И я вот сейчас поменяла какой-то режим, поставила на авто, у меня до этого какой-то другой был. Может быть, из-за этого, я не знаю. Блин. Что за нафиг, а? Просто когда у меня вот такие ресницы и вот такие глаза, мне кажется, издалека, что я выгляжу очень больной, знаете. Может мне добавить румянцы на глаза. Девочки и мальчики, сладкие как карамельки. Ну погнали. Да, что делать с Вивой? Я хотела выйти на улицу и увидеть как бы обстановочку. Ну, убирай Виву. Да, мне кажется, там холодно, и она не хочет. Вив, пошли гулять. Пойдем, пойдем разберемся с той тетей, которая соседка. Пойдем. Фух, в общем, погода просто ужасная. Ветер просто ужасный. Мы идем с Вивочкой налегке. Вообще, какого хрена? Мы должны были приехать в плюс 15. Я так решила. А что это такое? Вообще никакого праздника. Когда хочешь погулять по даче, а в итоге такая погода, Вива вообще в шоке. Мы еще нарвались на какую-то собачку. О, мою собачку уносит ветром. О, боже. Все, мама тебя не отпустит. Теперь я понимаю, Вива почему-то не хотела идти. Что ты маме не могла тоже сказать? Все, пойдемте. Кипец, холодно. Погода говнен. Вива спешит домой. Беги, беги. Спасайся, маленькая собачка. Иди, иди. Миша, мама с папой рядом. Привет, Вив. Ты собак? Да, они ждут Вивочек, она к ним бежит. О, пацаны, я уже иду. Родичи заставили с ними на мусорку тащиться. А, стой. Собаки, собаки внимательно смотрят на нашего бутерброда. Давайте берем у нас. Быстрее, быстрее, умоляю. Мы идем домой, да? И вот этот виситер связал. Своя прабаба. Прогуляемся по травке. Нацепила ресницы, потому что у меня из-за того, что я плохо выгляжу, плохое настроение. Я с этими ресницами сильно лучше не стала. Я очень расстроена, во-первых, из-за погоды. Ну нет, погода вообще мне пофиг на погоду, потому что больше всего расстроена из-за своей внешности. Смотрите, что тут с мухой происходит. Бедняжка. Ветер ее почает. Она давно мертва. Короче, посмотрите на деревья. Вы просто представьте, какой там ветер. Если вот так вот деревья крутятся, вертятся. Ну я в шоке. Я просто в шоке. Давайте я вам покажу, как я вещи наши разложила. Вот здесь славенные вещи наверху. Джинсы, футболки, кофты теплые. Тут мои вещички, которые я из Москвы привезла. Но это не все, что я привезла из Москвы. Тут шортики, лосины всякие. Это такие, типа, спать в них можно. Они теплые. Можно по дому ходить. Джинсы. Взяла много всего, чтобы не расстраиваться, не переживать, если захочу что-то другое надеть. Вдруг я захочу пофоткаться, видео снимать, всякие другие какие-то. Тут какие-то кофточки, футболочки. Боди взяла два свитера вот этих. Мне очень нравятся новые в моей жизни. Вот это, вот это. Там всякие маечки, топики, футболки. Потому что я-то надеялась на хорошую погоду. Взяла ремень на всякий случай, если захочу тоже как-то красиво его завязать на себе. А тут куча всяких теплых вещей. И там внутри еще один такой ряд. Вот. Там всякие свитера, теплые кофты, которые я в Москве не ношу. А здесь самый кайф им будет. Там просто что-то лежит. Рюкзак, сумочка, носки теплые такие. Постель. Какое-то одеяло, подушки. Вот. Взяла из Москвы ноутбук, понятное дело, чтобы видосы монтировать. И вот такую штучку тоже у нас в Москве было. Потому что от ноутбука очень горячо становится. Это безумно удобно. Еще взяла вот это. Потому что тут нету ночника никакого классного. Так что теперь есть. Вот. Единственное, что телевизор далековато. Мы там еще подключили Apple TV, который мы из Москвы притащили. Вчера смотрели фильм. Свет привезли. Штатив. Все вот это я взяла. Фотики. Мурочка мамина. У кого такой носик шоколадный? Я, конечно, в шоке с того, что я сегодня так рано встала. И, с одной стороны, я очень рада. Потому что тогда, скорее всего, вероятность того, что я усну сегодня раньше, она, конечно, возрастает. И надеюсь, что я быстро вырублюсь. Поэтому думаю, что... Ну, блин, наверное, еще рано сейчас такие жарить. О, мне Карина написала. Сейчас 14.43. Прикиньте, обычно в это время мы еще спим. И мы уже успели и погулять. Я уже два кофе выпила. До мусорки сходили. Накрасилась. Уже успела расстроиться опять из-за своей кожи. Я верю, что все будет хорошо. Я верю. Просто это тяжелый период в моей жизни. Как и у всех. У многих сейчас тяжелый период. И, конечно же, и у меня тоже. Напишите в комментариях, что думаете по поводу этих ресниц. Ну, я бы не сказала, что прям ужасно. Конечно, это не нарощенные ресницы. Они все равно не будут так идеально сидеть и все такое. Плюс к всему, может, я их где-то неправильно нацепила. Но, знаете, такой вот вариантик, чтобы сильно не расстраиваться, пока не можешь сделать нарощенные ресницы. Если ты к этому привык, то, в принципе, неплохая альтернатива. Я, кстати, заказала их на сайте. Мне привезли доставку домой. Вот, заказывала на Wildberries. Wildberries. Первый раз вообще там что-то заказывала. И вот я там заказала всякой всячины. Миксер там тоже заказала. Кстати, привезли. Единственное, что было так странно. Мой заказ почему-то разделили на два. Сначала мне привезли, типа, все практически. И я такая уже все посмотрела. Думаю, блин, а где щипчики мои для этих ресниц я заказывала? Что-то я об этом задумалась. И на следующий день мне утром звонит курьер, типа, я через 15 минут буду. Я не поняла, что это за курьер. А оказалось, что мне вот так вот почему-то доставили потом. Ну, в общем, не знаю, странно. Просто об этом не сообщили. И написано было доставку в один день. Ну, в общем, ладно. Главное, что доставили. Все. Не обманули меня. Так что вот, в принципе, я рада. Потому что там много всякой всячины можно найти и заказать. А еще вот эти стаканы, кстати, из которых мы кофе пьем. Я тоже их там заказала. Они стоили, по-моему, 800 рублей. Два стакана, получается, вместе. Там набор. Там есть разные размеры. Вот я взяла 300 миллилитров. Есть там 400, есть меньше, по-моему. Есть 350. Но нам 300 самое то. Вообще вот прям идеально. Ну, вы сами видели, у нас сколько там набирается молока и кофе. Прям огонь получается. Я сейчас валяюсь на лестнице, как будто бы я американский подросток. И здесь мое любимое место. Я хочу пожаловать вам. Я была уверена, что есть два пропуска в неделю, которые ты можешь себе выписать для поездки типа на дачу. Ну, в нашем случае это не что иное, как поехать на дачу. То есть один пропуск мы используем, чтобы приехать на дачу. И второй пропуск в неделю мы используем для того, чтобы, например, уехать с дачи. Солнце выходит, но глазами на мокром месте. И тут я узнаю такую хрень, что я могу два раза за неделю вообще, в принципе, выйти из дома. В Москве у меня была возможность сходить в ближайший магазин, чтобы купить продукты, хлеб и все такое. А теперь получается так. Я просто была уверена, что в магазин можно неограниченное количество раз. Если у меня нет здесь магазина, который находится в 100 метрах от моего дома, то что мне тогда делать? Жрать землю? Сдохнуть с голоду? То есть я не понимаю. Вот, например, я за неделю израсходовала два пропуска. Один, чтобы приехать на дачу, а другой, чтобы, например, съездить в аптеку. А теперь выходит так, что я, например, не смогу поехать в магазин, потому что я уже израсходовала этот пропуск. Второй. Какого хрена? Я уверена, что вы в курсе, что у меня есть ИП. И я надеюсь, что есть варик и есть возможность сделать рабочий пропуск по ИП, потому что, вот, например, завтра мне нужно поехать в магазин для того, чтобы купить продукт для рекламы. И завтра, получается, я израсходую свой второй пропуск, который дан мне на неделю. И в моих планах было в конце этой недели поехать к маме на дачу, чтобы там потусить с Кариной, с моей мамой. Ну, то есть, типа, просто поехать к маме на дачу. И в начале недели, получается, следующий. Я бы израсходовала первый пропуск новой недели, чтобы вернуться сюда. И Слава тоже собирался поехать к своим родным. То есть мы планировали так, что в конце этой недели мы разъезжаемся на другие дачи к своим родным, а потом возвращаемся сюда в начале недели. Надеюсь, я понятно изложила. Но я была уверена, что поехать в магазин я могу сколько мне надо. Например, завтра мне надо в магазин, я поеду, сделаю специальный пропуск именно для магазина. Но получается, что нет. Получается, если завтра я поеду в магазин, а я не могу не поехать, потому что мне нужно по работе поехать туда, реально. Сейчас мы будем... Ну, не сейчас, не знаю, наверное, попозже вечером будем пытаться узнавать разные варики для того, чтобы, возможно, заказать какую-то доставку или еще что-то, курьера, такси. Просто так как я нахожусь не в Москве, а в области, тут с этим как бы проблемы есть. И сегодня у нас, получается, среда, завтра будет четверг, и будет оставаться еще сколько-то дней. А вдруг мне срочно понадобится заново выйти в магазин? Кто его знает, что случится? Боже мой, я это ненавижу. Я вот только что с Кариной болтала, она в своем блоге рассказывала, типа, какого хрена у нас не вели ЧС. Если людей закрывают, у людей нет работы, люди не могут зарабатывать, и при этом государство не оплачивает все и не помогает людям. Какого хрена? Просто я вот про вот эти вот моменты с выплатами, заплатим, можете налоги сейчас не платить, отсрочим вам. Да, это круто, но потом-то их надо платить. Мне кажется, что это вообще не по закону. Я просто не понимаю, потому что нас ограничивают. Вот даже в моем случае, понимаете, мне, чтобы получить деньги, да, заработать денежку, мне нужно сделать рекламу. Чтобы мне сделать рекламу, мне нужно либо, чтобы курьер мне что-то привез, либо, чтобы я сама поехала и что-то купила, продукт для рекламы. И сейчас, например, я понимаю, что если я завтра поеду, то у меня потом не будет возможности в конце недели, допустим, да, сходить в магазин. То есть мне надо будет ждать начало новой недели. Я считаю, что это просто дичь какая-то лютая. И я сидела тут, только что ругалась просто всеми возможными словами ужасными. И вот, я в шоке. Отличная мелодия. Супер, я так рада, что успела вам записать. Мне удалось постирать. Вчера у меня были проблемы. Я думаю, господи, ну что же я не так делаю? Потому что я все заметила, что здесь нужно включить. Включила. Потом порошок, все как обычно. Включила это, повернула, нажала, все, жду. Ух, ничего не происходит. Что-то там время даже идет в минус, но ничего не происходит. Вода не заливается, ничего не крутится. Я думаю, что ж такое-то? И я смотрела на этот краник, и я была уверена, что там вода, которая перекрыта. Но я решила не трогать, потому что кто его знает, сейчас что-то там сделаю не то. Поэтому я дождалась нового дня, потому что вчера я это все делала. Дождалась нового дня, и вот сейчас я говорила с дедушкой, и он мне сказал, что нужно кран повернуть. Я его повернула, открыла воду, и все постиралось. А сейчас я его обратно закрыла, потому что кто его знает, пусть лучше будет закрыто. Так, открываем. Привет, сейчас мы тебя повесим. У нас уже начинает вечереть потихоньку. Зай, поднимешь мне белье наверх? Смотрите, я тут вчера убиралась, ну, я пыль протирала, и вот такую штучку привезла из Москвы, пахучку. Пахнет просто огонь персиком. Вот когда я дома в Москве такое ставлю, очень сильный запах, и даже немножко неприятно. А на даче вот здесь просто идеальное место, потому что попадает и на второй этаж, и на первый. И когда тут проходишь, ты прям кайфуешь от этого персика. Мне прям очень нравится. Бибочка, ты чего там лежишь? Пойдем наверх, мамина помощница. Иди сюда, как у тебя стразики блестят в ушках, а ты, моя рыбка? Рыбчик! Слава пошел заниматься мангалом. О, седая кастрюля! Блин, тут так свет падает, что у меня эти волосики такие смешные. Думаю, мощно промариновалась. Интересно, сколько сумпуров у нас получится? Короче, я до сих пор в бешенстве с того, что я могу два раза в неделю только выйти куда-то по своим нуждам. Типа в магазин, или поехать в Москву, или поехать на дачу. Я считаю, что поездки в магазин должны быть неограниченными. Неограниченными. Либо хотя бы четыре раза можно использовать на неделе пропуск только в магазин. Никаких иных целей. Только, типа, ты можешь, имеешь право поехать в магазин четыре раза на неделю, и два раза, например, поехать на дачу или, типа, в Москву с дачи. Потому что, вот, например, я хочу свежий хлеб, допустим. Я не могу за ним поехать, потому что, если мне в конце недели нужно поехать в Москву, то как я это сделаю? Как я пойду и возьму себе свежий хлеб, если у меня есть только один пропуск, по которому я должна поехать обратно в Москву? Ну, что это за херня? Я просто не понимаю. Я реально очень злая. Я прям негодую, я бы так сказала. Позвонила дедушке, с ним тоже об этом болтала. Дедушка сказал, что до 15 июня продлили в России всю эту тему. Ну, карантина, самоизоляция, не знаю, что там по пропускам, когда всё это закончится. Вы знаете, я не против пропускной системы. Я всё понимаю. Но мне непонятно то, что, например, мне надо в магазин. Я согласна делать пропуски. Я согласна, что я могу поехать на дачу два раза в неделю. Типа на дачу и с дачи, например, потом в Москву. Я согласна. Но я не согласна с тем, что этот пропуск у меня тратится. Я не могу пойти в магазин. Сейчас чихну от злости. Шашлык я не весь замариновала, который мы купили. Мы взяли где-то 4 килограмма. Плюс ко всему я очень много жира отрезала, потому что очень жирный был в некоторых местах. А я просто знаю, что мы такое не любим, не едим. Поэтому не вижу смысла даже это жарить. Хотя знаю, что вроде жир тоже там плавится. Слава там дрова колет. Я буду в этот раз, наверное, немного насаживать, чтобы они все были как бы в серединке и хорошо прогорали. Ладно, думаю, будет держаться. Вот два шампура уже получилось. Я думаю, что тут реально как раз 4-то и выйдет. Так вот, решила, почему я не весь сделать, потому что мы лучше потом ещё свежего пожарим, чем будем несколько дней кушать. Вот этот. Тем более, что в тот раз у нас были как бы гости, поэтому мы за 2 дня съели шашлык. А тогда у нас было вообще 8 шампуров. Вот. Я думаю, что 4 на нас двоих тоже как бы на 2 дня классно. Птички поют. Всё ещё не могу к этому привыкнуть. С одной стороны, это здорово. Типа природа. А с другой стороны, из-за них я не могу иногда уснуть. Но сегодня я реально, я так радуюсь, потому что мне даже не верится. Я встала, блин. Вообще, первый раз я проснулась в 9 утра, потому что у меня приснился какой-то дебильный сон. А потом я уже, когда проснулась, я проснулась от звонка курьера. Блин, я не знаю, я понимаю, что я уже об этом сказала, но я реально в таком гневе, потому что вот прикиньте, если я в начале недели приехала на дачу, а в конце недели я хочу уехать. То есть посередине я не могу сходить в магазин. Посередине недели я не могу сходить в магазин. Потому что тогда я не смогу поехать обратно в Москву. Это что за хрень? Ну, кстати, мы тут думаем на такси передвигаться. Пропуск, я знаю, всё равно нужно делать, конечно же. Но, по крайней мере, если что, мне не придётся штраф на машину, потому что мне не очень нравится перспектива на одной камере словить штраф в 4 тысячи, а на следующих уже по 5 тысяч ловить штрафы. Ну, такой себе. Откажусь, пожалуй. Я обожаю шашлык, я обожаю мясо, и не представляю свою жизнь без мяса. И не хочу её представлять без мяса. Я всю жизнь ем мясо. А по поводу моих прыщей, я уверена, что у меня просто проблемы сейчас с этим, с нервной системой. И из-за нервной системы у меня прыщи. Я так прыщила. Мне кажется, что это может быть правой. Так, всё у нас отлично. Блин, и вот я, конечно, гений. Как я так подсчитала? Я вчера Славе сказала, что получится 4 шампура. Нам это норм? Да, норм. И реально 4 вышли. Сейчас я найду лук, который кружочками, чтобы его тоже можно было пожарить. Хотя я, знаете, лук не ем так. Я специально нарезала лук кружочками, чтобы можно было его тоже... Может, он тоже будет какой-то вкус давать. Я очень рада. Моя работа великолепна. Я очень хочу сделать фотку, типа, где я с шампуром уже пожаренного шашлыка такая стою, типа, поняли? Типа, такой дача ставил. Ещё надо будет салат порезать, но мне так хочется на улице кусить пока сухло. Поэтому пока буду кусить на улице со Славой, а потом, когда он уже начнёт жарить, я прибегу сюда делать салат, потому что на самом деле шашлык не так уж и долго прям жарится. Пошлите посмотрим, что за погода на улице. Вива всё равно никуда не собирается, да? Ты не боишься, что ты упадёшь? Вот сейчас упадёшь и плакать будешь. А мама тебе говорила, зачем ты сидишь на краю? Сейчас упадёшь! Так что вот, а я, кстати, всё ещё с этими ресничками на магнитике. Вот, из продуктов. А я, кстати, не помню, вам показывала. Я в сторис-то показывала, а вам-то нет. У нас есть пельмени, сейка, свинины. Здесь просто дофигище. Тут, по-моему, три, даже больше, три с половиной килограмма вырезки говяжей. Мы это просто обожаем. И Слава безумно любит, как я жарю это мясо. Тут печень всего лишь килограмм взяла, потому что Слава не фанат печени. А я тоже так, знаете, могу многое не есть. Тут у нас есть огурчики солёные, тут сосиска в тесте, тут остаток гречки, но мы сегодня тоже есть не будем. Тут сыр, колбаски, сырочки, паштет, сосисочки, эти, липтон, горошек. Мне тоже, кстати, иногда нравится. За ужином, за обедом. Соки, молоко, тут мандарины, мандарины, сыр чанак, мой любименький. Сегодня буду его кусать. Тут тоже какие-то, а тут лук. А здесь, в общем, овощи, огурцы, помидоры, там тоже лук, виноград, вот. Напитки. Тут тоже какие-то напиточки. Вилочка. Слушайте, погода вообще так изменилась, ветра вообще нет, такой кайф. Тут Слава намудрил. Чё, чё? Один поцелуй для моего дровосека. А тебе сейчас пендаль по жопе. Пошли. Вива, иди гуляй. Посмотри, что делает папа. Вот иногда ветерок есть, а иногда нет. Батюшки. Иди сюда быстро. Вы что думали, я только сюсюкаться умею? Я такая мать. Давай, давай, моя дуракаша. Беги, беги, беги. Беги. Вот пять кругов мне вокруг дома сделаешь? Пописай, пописай. Давай ещё круги по улице. Или писай. Чё там папа делать? Я напугала. Даже не знаю, с какой стороны мне лучше себя снимать, где у меня меньше прыщей. Рассказываю вам, кто не в курсе. Очень вообще такая неприятная история из моей жизни, но что поделать, такое бывает. Дедушка с бабушкой у меня тоже разведены. Конечно, мои воспоминания с детства, они отличаются от того, что сейчас здесь я вижу, но что поделать, жизни всякое бывает. Раньше, когда дедушка с бабушкой были не в разводе, они здесь жили. Понятно, круглый год и всё такое. И тут, конечно, всё было совсем по-другому. понятное дело, дедушка не сидит в огороде. Когда бабушка здесь жила, тут всё было в цветочках, в огурчиках, помидорчиках. В общем, тут все вот эти вот штучки были чем-то забиты, где-то что-то, везде что-то росло. Здесь, по моей памяти, малина росла. Я помню, мы её срывали. Тут где-то клубника, наверное, росла. Мы её срывали, тащили на кухню к бабушке, и она его в миксер, шмяк-шмяк, и делала нам коктейли. Здесь стоял бассейн, его, кстати, даже Карина застала. Вот прям на этом же месте, где теперь вот это вот всё. Почему мы убрали бассейн? Потому что за ним нужно было ухаживать. Я не так часто приезжала на дачу, потому что, когда я повзрослела, я начала больше куда-то путешествовать, там, в Турцию, на море. Ну, и, в общем, поэтому убрали, поскольку за ним нужен уход. Вот этот вот домик маленький, если вам интересно, там стоял как раз обогреватель, насос, там и всякая фигня для бассейна, поэтому сейчас я даже не знаю, что там, но мне кажется, всякая дичь. В общем, Вивиена мне даже поболтать с вами не даёт. Опа, молодец. Всё, мама здесь сидеть не будет, что ты распрыгалась. Мама пошла к папе. Вы, наверное, в шоке от того, как я общаюсь с Вивиеной. Честно говоря, мне пофиг. Я называю вещи своими именами. Ты точно с нами не идёшь? Смотри, не стой, там упадёшь. Ну-ка уйди оттуда. Упадёшь, кому говорю. Ну-ка брусь, сейчас гулять я заберу. Всё, не ходи туда. Твоя дочь мне на нервы действует. Чёту лыбишься зубастикой. Ну, слушай, я знаю, что ты сейчас начнёшь, она... Собака! Ладно, давайте посмотрим на костёр. Ой! И красиво, и пугает одновременно. В общем, всё готово. Сашлык, салат, сырь, огурчики, лавац. Сейчас будем кусать. В общем, сейчас с кайфом покушаем. Я не снимала, потому что нужно было торопиться. Не снимала я вот что. Завтра я вам это покажу получше, поближе. Я помыла всё в... там, где мангал. Там было очень пыльно, на полу пыль, всякая хрень, листья, в общем, просто жесть лютейшая. и я всё это оттуда убрала, всё помыла, наверное, минуты за 6-7. Я притащила бедро с водичкой, с мощным средством, взяла тряпочку, взяла метёночку, в общем, там такая чистота. Но я вам это всё покажу завтра, когда уже будет светло, потому что сегодня я не успела. Потом нужно было срочно бежать резать салат, чтобы, когда пожарится мясо, мы могли сесть за стол, чтобы оно было горячим. Так что вот поэтому я вам не снимала. Ты только что дрова рубил. Ну будь здоров, мы хороши! Сейчас будем смотреть влог, который я монтирую. Ладно, тогда посмотрим моё очередное новое видео. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Мы уже давно поели, но я всё ещё продолжаю есть. И ещё у меня до сих пор эти ресницы на глазах. Вы представляете, это так удобно. Я даже думаю заказать себе ещё каких-нибудь разных, других, посмотреть, какой будет итог, результат, потому что вдруг будет более красивенько, лучше. У меня ноутбук на столе и хочу показать вам, как мило спит наша маленькая собачка. Она укуталась в штанишках, в кофточках. В общем, ребята, что я должна вам сообщить. Я сейчас домонтирую видос, планирую пойти помыться, убрать то, что мы наели и всё такое, разложить в посудомойку. В принципе, это немного времени займёт, но в любом случае я уже устала, потому что сегодня рано встала и планирую сегодня тоже пораньше уснуть, но, скорее всего, мы посмотрим какой-нибудь фильм перед сном, как обычно. И всё, и будем спать. Ну и плюс мне надо домонтировать видос и загрузить его на YouTube. Я надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вы ждёте следующие выпуски и живём на даче. Вот. Если вам нравится, то ставьте, пожалуйста, лайки, оставляйте комментарии. Я всё читаю. Будьте в этом уверены на 100%. Спасибо большое всем за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю и всем пока. Пока.